Здравствуйте! Это программа «Действительно так», где каждому можно получить компетентные ответы на волнующие вопросы. В студии Гульнаса Абдульна сегодня наш гость – практикующий психолог, сказкотерапевт и когенолог Светлана Мефтахова. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Одним из методов, на котором вы работаете и успешно практикуете на сегодня – это сказкотерапия. Светлана, принято считать, что сказки – это развлечение для детей, нежели для взрослых. Это ошибочное мнение, это даже не развлечение. Если обратиться к древности, раньше психологии не было, и все воспитание закладывалось через сказки. Моя одна из любимых сказок – это «Курочка ряба». И вот символ золотого яйца. Если к золотому яйцу относиться как к жизни, то тогда понятно, почему. Если они начинают бить, и оно разбивается, то вот они плачут. Потому что если ценность жизни, интерес к жизни пропадает, то, конечно, тогда и жизнь становится, она вот как простое яйцо. В таких простых сказках, милых, которые мы все знаем, закладываются такие серьезные темы, и с помощью их можно решать какие-то сложные довольно-таки психологические проблемы, как детей и взрослых. Ну а чтобы поподробнее поговорить об этом новом, современном, уникальном методе, предлагаю посмотреть наш видеосюжет. Баба-Яга, Коще Бессмертный, Змей Горыныч, Сестрица Аленушка. Под масками героев сказок скрываются знакомые нам образы наших близких и друзей. В каждом, казалось бы, незамысловатом рассказе читаются реальные истории и судьбы. Об этом говорили в своих трудах психологи Зигмунд Фрейд и Эрик Берн. Сегодня сказка терапии получила широкое распространение как метод психологической коррекции детей и взрослых. Для малышей и ребят постарше разработаны специальные программы. Сказка терапия – наиболее деликатный способ передать ребенку, закладывать в него мораль, обычаи, традиции, потому что все это делается в игровой форме. Мы рисуем, применяем арт-терапию, песочную терапию. Детки довольны очень, им это интересно. Психологи отмечают, искоренить психологические проблемы, такие как истерия или агрессия, легче в детстве, чтобы в будущем они не переросли в зависимости наркоманию, алкоголизм и другие. Ученами доказано, что целый пласт современной молодежи выросли без сказок. И их проблема, что они не могут отличить, где добро, где зло. Поэтому у них вырабатывается некая потребность искаженного восприятия своего состояния, и у них возникает потребность употребления иных веществ, чтобы, так сказать, пребывать в иллюзорном состоянии. Сказка терапии помогает человеку найти новые пути решения проблем и порой даже выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Вообще, какой последовательности происходит лечение этим методом? Там есть, наверное, какие-то определенные этапы. Нужно провести диагностику или исследование. Я пришла к вам на прием, у меня есть какие-то психологические проблемы, вот что вы будете со мной делать на первом этапе? Вот, например, я могу предложить вам выбрать фигурки и попросить выбрать, какая фигурка вам ближе всего. Наверное, вот... Нет, наверное, вот. Вот эта фигура. Вот чем она вам приглянулась? Короной. Уже говорит о том, что вы на своем месте, телеведущая, да, это определенная уже статусность. Более структурная форма, да, более вытянутая, удлиненная, то есть устремление присутствует. Вот, например, хозяюшка. А почему вы ее не выбрали? Я плохая хозяйка, я как понимаю. Ну, может быть, для вас это не так актуально на данный момент. Если вы зададите вопрос, а как мне себя лучше чувствовать в отношениях, что мне нужно активизировать, конечно, я бы посоветовала, может быть, что-то вот какие-то вот такие составляющие прорабатывать. Не убирать, а добавлять. Потом уже идет сама отработка. Одна девушка говорит, у меня что-то вот проблемы и в семье, и проблемы с бизнесом. Я говорю, ну, хорошо, напишите сказку. И вот она пишет сказку, в которой она проклинает свое дело. Я говорю, а как вы хотите, чтобы вот ваше дело процветало, если вы даже уже здесь? Ну, она читает, надо же, а как я такое могла написать? И потом она меняет, корректирует эту сказку, пропадает, через два месяца звонит. У меня все замечательно. Хорошо бы закрепление, чтобы было. Есть такая, разработанная нашим руководителем центром Татьяна Дмитриевна Тенкевича Стегнеевой. Она разработала вот различные карточки. И вот человек, например, может вытаскивать, да, и что он в этом сюжете видит? Да, вроде бы вот здесь вот дождь, да, вроде бы потоп, да. Один может сказать, что здесь все плохо, и уже можно понимать, что проблема осталась, да. А другой может увидеть в этой картинке. Люди сейчас преодолевают, у них трудности, и они преодолевают. Но они с ней справляются. Да. Шесть, двенадцать консультаций достаточно, чтобы привести человека вот в баланс. Нарко и алкозависимости, как тут происходит вообще? Я использую такое направление, как экогенология, наука о благополучии семьи, потому что любая зависимость – это отклонение от нормы. То есть в его семье, в его внутреннем мире происходит дисбаланс. Вот. То есть человек не понимает, на какие законы надо опираться. Я провожу и семинары. Вот на следующем месяце у нас совместно с фондом «Надежда» будет благотворительный семинар именно для семей зависимых, где я буду эти методики все предлагать, и мы будем прорабатывать. Всех, кого эта тема затронула, кого она беспокоит, тема зависимости, алко-наркозависимости, жен, матерей, на семинар благотворительный, который пройдет в конце января. Можно самим этот метод использовать? Например, сказка-терапия? Или нужно обязательно обучение какое-то проходить? Нужно пройти обучение. Это несколько там сессий, потом выдается вот такие вот сертификаты, вот, и человек может преподавать. Но для своего личного использования, для себя, да, в помощь там, там, близким, то, конечно, можно прийти на благотворительный семинар и получить какие-то базовые знания. Все гости нашей передачи. Светлана, мы просим вас формулировать топ-3 злободенных вопросов. Можно ли использовать сказку-терапию при решении проблем между мужчиной и женщиной? Золушку, если взять, да, помните сюжет, да, она вот в своем родительском доме трудится, да, мачеха ею командует, да, и она все это смиренно принимает. Любой труд и любое ее задание она выполняет с пением, да, она не злится на мачеху. В результате что она получает? Принца, да. То есть это сюжет, например, связанный, как найти себе партнера, как выбрать, как ему соответствовать. Что такое экогенология? Очень часто говорят на консультациях, я столько всего делаю, да, а он такой-сякой, плохой. Вот, то есть акцент делается на то, что человек становится крайним, да, все обвинения в его сторону. Это тоже одна из неправильных тактик и превозносить себя в любых отношениях. Как говорят, дыма без огня не бывает, да. Посмотри на себя и измени. Начни работать с чем-то. Начни с себя. Все методы испробовали, ничего не помогает. Тупик. Это уже не наработки человека в этой жизни, да, с его отклонением, а они пришли, например, ну, по генетике передалась какая-то программа. Когда были войны, да, и мужчины уходили на войну, их там убивали, женщины оставались дома, и они становились кем? И отцом, и матерью для детей. И у детей формируются претензии к матери, ты не такая, да. И с этой неправильной формулировки он вырастает, начинает выбирать себе там спутницу или спутника жизни. Хотя здесь все очень просто. Нужно понять, что матери сейчас сложно. В ней одной двое находятся. Поэтому надо смотреть, кто, например, в роду пострадал. Ислан, мы благодарим вас за то, что пришли к нам в студию. Было очень интересно, познавательно. Будем рады вас всегда видеть в нашей студии. Спасибо большое. Простые и милые сказки – мощный инструмент, утверждают психологи, которые учат выбирать между добром и злом и выходить из сложных жизненных ситуаций. Поэтому читай сказки детям, выбирайте их правильно и не обязательно со счастливым концом. И это действительно так. С вами была Гуляс Абдульна. Вопрос экспертов присылайте в нашу электронную почту СТВ-Инфособака.бк.ру Или звоните по телефону 25 20 87. Смотрите Стерлитамакское телевидение. До свидания. Макияж от Снежанны Казаковой. Твой образ, твоя тайна. Стиль для ведущей от Оксаны Исхаковой. Тысячи женщин выбирают одежду торговой марки «Помпа». Магобразие стилей – высокое качество. Стерлитамак. Фабри. Первый этаж. Арбат. Второй этаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова